Ультрамодная сказка «Три поросёнка» Жили-были три поросёнка – Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Нак-Нап. Они закончили школу, институт и решили построить дом, чтобы было куда привезти молодых жан. Ниф-Ниф устроился на работу, взял кредит в банке и поселился в однокомнатную квартиру. По вечерам он пил пиво и отдыхал за телевизором. Нуф-Нуф мечтал о трёхкомнатной квартире, поэтому взял кредит на бизнес и открыл своё дело. Большую часть времени он проводил на работе. А Наф-Наф задумал построить большой крепкий дом. Созвал родственников и предложил вместе создать семейный бизнес. Он не брал кредиты в банке и друзьям не советовал. Он часто проводил время дома с семьёй. И вот пришёл злой серый кризис! Ниф-Ниф был уволен с работы, и банк забрал его квартиру. Нуф-Ниф потерял своё дело и сбежал из страны. Наф-Наф давным-давно отошёл от дел. Банк он не был должен, а в семейном бизнесе работали его дети, внуки, которые строили новые дома. Мораль сказки такова. Ниф и Нуф выбрали не те сектора. Ниф-Ниф купил квартиру в секторе Р – работа, где самые большие налоги и самая низкая защищённость. Поэтому он заплатил дорого за квартиру. А когда потерял работу, не смог платить проценты банку и остался без квартиры. Нуф-Ниф начал своё дело в секторе Д – дело. Он не был поросёнком-безунчиком и попал по статистику, где 99 предпринимателей 100 становятся банкротами. Наф-Наф построил дом в секторе Б – бизнес, где много денег и мало риска. Поэтому кризис его не зацепил. В каком секторе ты сейчас? Будешь ли ты получать доход 24 часа в сутки, если тебя уволят? Сможешь ли ты прожить целый год без работы? А как же было на самом деле? – спросите вы. А вот как. Жили-были три поросёнка, три брата. Всё лето они кувыркались на солнышке, но как только наступила осень, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф пришли на презентацию. К кому? – к Наф-Нафу. Они узнали про четыре сектора для строительства дома. Узнали, где меньше риска и больше денег. Дружно включились в семейный бизнес. А когда пришёл кризис, Они вспомнили древнюю китайскую мудрость. Кризис – это скрытая возможность. Они жили долго и счастливо, На проценты от своих активов. И передавали эту сказку По наследству кому? – детям. Вот и сказке конец. Кто бизнесмен, тот молодец! У-у-у-у-у-у... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...